Алексей, а в Тихом океане вы ходили по бережи Чирии? К сожалению, нет, не был с той стороны. Я в Тихом океане был только со стороны Дальнего Востока. Ну, типа уровень Желтого моря был в Японии, в Корее и около Владивостока там ходили, типа с той стороны Тихого океана. Ну, по берегу залива гулял там, да. Но я ничего не могу такого сказать, что я что-то видел, чего бы там могло бы или подтвердить, или наоборот опровергнуть. Вот я хотел все равно узнать ваше мнение по поводу путешествия, так называемого путешествия Федора Кольникова. В 2014 году он пересек расстояние из Чили в восточную часть Австралии на лодочке весельной. Я подвергаю это сомнению, потому что на самом деле я как раз тоже, в общем-то, греблей занимался. Ну, во-первых, там и Юрий Тимовский помещал там какие-то записки одного гребца, причем мастера спорта международного класса, который тоже квалифицированно заявлял об этом. Так и я скажу, что я, в общем-то, много и в море ходил, сам на веслах сидел, как и вообще в изолированном, ну, в общем, я подвергаю большим сомнениям, потому что, например, он не выглядит таким суперменом, этот Кольников, а как раз речь идет о подготовленных бойцах, которые, не знаю, там не один год готовят, которые там, я не знаю, могут там не есть там два дня, которые могут там вообще носиться, как лось там, и так далее, и так далее, и то скажу, что даже таким бойцам есть большие ограничения, ну, чтобы там грестить столько дней, как он там типа греб или там находился в состоянии изолированного пространства и еще что-то, ну, не знаю, для меня это, как сказать, маловероятно. Вот 160 дней, это, грубо говоря, 5 месяцев, и расстояние преодолел он 9 тысяч морских миль, кстати, вот подскажите, 9 тысяч морских миль, как согласуется с километрами? Ну, 1852 метра одна морская миля, причем одна морская миля, она установлена таким образом, она равна 1 минуте угловой широты на широте 45 градусов, вот, и равна 1852, по-моему, 6 десятых метров. Вот так, если 9 тысяч, ну, на 1852, 1,8, грубо говоря, умножить столько равно 1 морская миля. То есть, Алексей, вы хотите сказать, что так называемый герой Федор Конюхов, который представляется человеком с сильной волей духа, который является очень хорошо физически развитым по своим параметрам, который представляется... 16 тысяч километров, 16 с половиной тысяч километров. Да, 16,668, да. Да-да-да. То есть, человек физически это преодолеть не может, и даже для очень хорошо физического развитого человека, очень образованного, это практически невозможно. Ну, это может слушать развесив уши только тот, кто ни разу никогда никуда не ходил и нигде не был. Я вас уверяю, что если вам даже просто на такое количество дней запереть просто в туристической палатке, ну, заставить в лесу жить где-нибудь там в районе Байкала какого-нибудь на севере, и вы ничего делать не будете, ваша задача будет просто там жить, собирать ягоды, там чего-нибудь рубить, дрова, вы это охренеете такое количество времени где-то находиться в некомфортных условиях. Уже не говоря про то, что если у вас там еще состоит тяжелая работа. Вопрос. Вот появятся люди, которые зададут вопрос, я его предвосхищаю. Скажут, хорошо, Алексей, мы согласны. А скажите, Алексей, а для чего же тогда такую фальсификацию придумали с этим путешественникам? Цель этой лжи. Ну, я об этом не задумывался. Честно говоря, я так поступаю, ну, уже давно, я просто уже привык жить во всем этом деле. Я так скажу, любая информация должна быть логически обосновлена, да, и практически проверена. Ну, вот, по крайней мере, практически явно видим косяк, а вот логикой обосновать, это, конечно, тоже. Видимо, мы какой-то информацией до конца не владеем. Ну, черт его знает, я просто... Хорошо, тогда я свое предположение. Не люблю критиковать то, чего я, как бы сказать, не совсем владею. Да, ну, для тех, кто, как бы тоже, сейчас, возможно, в онлайне думает, действительно, для чего. Для того, чтобы нам объяснить, что те карты, которые нам показывают, которые нам нарисовали, они действительно имеют место быть. Вот, единственное, с этой целью. Ну, и для того, чтобы, да, этим якобы геройским поступком отвлечь внимание, ну, в том числе, когда прыгают там из стратосферы, якобы, или там вокруг земли, якобы, что-то кто-то делает, тогда просто отвлекается внимание, ну, типа герой, 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 и, соответственно, ну, для манипуляций я вот давно заметил такую вещь. Используется так называемое посягательство на святое. Вот, ну, вот, и как только начинается, вот, типа, ты, как посмел на наше святое, вот я чувствую, тут точно можно тушить свет, явно манипуляция началась. Ну, и, соответственно, это из этой же серии. Как ты мог посметь на нашу гордость, нашей страны, посягнуть на святое? Ну, все, и дальше поднеслась. Ну, и, соответственно, если ты начинаешь там говорить, а земля-то вот ни хрена не понятна какая, а тебе говорят, так ты как посмел, Гагарин, Конюхов, да ты что, наше святое, а ты как посмел, ну, и так далее началось опять. Посягательство на святые символы, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Я думаю, для этого. Да, я хотел бы добавить по поводу этой тематики Федора Конюхова. Алексей, благодарю за ваше мнение, что вы сказали, что так интересно. Ну, Федор Конюхов, получается, скорее всего, по многим признакам, это фейковый герой, то есть он ненастоящий, и его специально приукрашают, как в свое время Гагарин. Это был человек эпохи, который показывал народу светлое будущее только в виде космоса, то сейчас Конюхов является таким представителем, героем, что человек, даже такой простой, может преодолеть многое, и наша страна является первой, которая сделала определенный рекорд. То есть мое личное мнение, что это может выглядеть просто-напросто идеализация человека, на котором можно равняться. Вот и все. Ну да, типа того. Создание святых образов, да, на которые нельзя... Я бы еще в этот ряд Чкалова добавил бы. Чкалов, да. Те, кто не знает, уважаемые слушатели и зрители, по официальной версии, Чкалов вылетел из Советского Союза и прилетел в Соединенные Штаты Америки. И по официальной версии он проделал путь через современную Арктику. Я захочу поплавать с бегемотом и подразнить хвост от хобезьян. Из этого, из тихого болота я прыгну в тихий, в тихий океан. Все там нелегким, готовы со смены, Хали по ветру, берега речу. А мне любое море, море покалено, А мне любые горы по плечу. Не может быть любое море, Хали по ветру, берега речу.